Футбол России Футбол России Футбол России Футбол России чтобы команда как можно быстрее начал набирать очки мы конечно желали видели хотели чтобы эти очки начали набирать и в матче с динамо и матч с локомотивом но к сожалению там это не произошло но все что не делается в любом случае все к лучшему понятно что вы тоже не так давно работаете в химках в качестве генерального директора клуба но все равно вот то что сейчас весенней часть чемпионат то что в осенне в чем на ваш взгляд главное отличие что изменилось по настроению по содержанию игры по эмоциям почему-то еще вот химки производили очень странное впечатление потому что в том сезоне команда играла здорово и ну действительно была заметным явлением в этом году в том году точнее в этом сезоне получалось немного мало побед и при вроде бы иногда неплохом качестве игры очки не набирались и вдруг вот такой контраст вот что что произошло в чем разница точнее мне сложно однозначно анализировать причины осенней части чемпионата да ну и я так поверхностно конечно знаю в чем была причина причины да почему не набирала команда очки нужно было и докомплектовать команду нужно было сплотить это самое главное это сплотить команду объединить в одно целое чтобы не было такого что клуб отдельно команда отдельно тренерский штаб отдельно это самое главное с нашей позиции было сделать вот это единение и через время через сборы через за трансферную кампанию в том числе через собеседование собрания на там все остальные мероприятия мы я считаю на правильном пути насколько правильно сказать что вы вот к этой своей ипостаси менеджера руководителя у вас это уже третья история после игровской карьеры где вы отвечаете за большой проект вы начали себя готовить к этому пути еще будучи игроком потому что чемпионат мира восемнадцатого года одно из самых эмоциональных событий для вас последнее громкое событие в карьере вратаря в карьере игрока и когда вы были в этом списке да с одной стороны заслуженно потому что не каждый человек уезжает в другой чемпионат в вашем возрасте доказывает идет на понижение зарплаты но все казалось что роль габулов в этой сборной до конца непонятно и недооценена но те люди которые были внутри они говорят что габулов делал очень многое помимо непосредственно работ на тренировку он отвечал в том числе за коллектив за коллектив понятно отвечает тренер менеджер но внутри игроков габулов был тем человеком который сплачивал направлял давал эмоции то есть отчасти то наверное чем еще занимаетесь фильм но не только наверное не только помимо этой основной на поверхностной так скажем составляющей которую вы сейчас озвучили есть много и других организационных вопросов роль менеджера в клубе она гораздо обширнее да и помимо коммуникации здесь должно быть четкое понимание четкое видение как футбольный клуб должен функционировать как должен развиваться какая атмосфера должна быть выстроена в коллективе в глобальном масштабе какие взаимоотношения должны быть чтобы четко каждый из сотрудников из работников клуба четко понимал свои обязанности полномочия и самое главное был заинтересован в общем результате коллектива когда читаешь вашу карьеру если вообще даже не знать кто такой владимир габулов как сложилось читаешь не не ваш карьеру о вашей карьере давно все равно кажется вот этот удивительный ступенчатый взлет да когда вы руководили разными крупными историями за три года за четвертые было и олимпы химки и алания как это удается да вот как удается получать приглашение предложение для меня вот это мне кажется самый важный вопрос потому что с каждым годом людей которые играли на высоком уровне в нашем чемпионате футболе становится все больше количество рабочих мест ограничено и люди когда смотрят как условно владимир габулов да вот приходит с повышением с места работы на работу наверно то есть и ревность и удивление и как это удается да вот как удается без простое расти сложно сказать но у меня как-то это все происходит само собой сразу после окончания карьеры но если начинает там самого начала на сразу после завершения профессиональной футбольной карьеры я получил приглашение от главы республики северной сети ланя возглавить министерство спорта с целью развития всех видов спорта но и в частности футбола возрождение алании и приложить максимум силе я на тот момент четко понимал и знал как это нужно сделать искренне переживал удалось собрать команду единомышленников в принципе возродили запустили этот процесс и сейчас алания выступает фенель что очень хорошо хотя имеет гораздо больше потенциал после этого получил приглашение от моего товарища помочь создание клуба в москве да это футбольный клуб алим долгопрудный подмосковье и вывести его фенель там мы тоже проделали определенную работу показали результат решили задачу и команда сейчас тоже фенель не выступает ну и дальше уже получил приглашение в поразмыслив принял этот вызов я считаю что это интересный вызов принять команду на последнем месте постараться сохраниться это тоже будет хорошая интересная работа но самое ключевое конечно интерес это в процессе люди со стажем особенно спартаковцы будь то болельщики игроки вспоминают часто знаменитую фразу константина бесского уметь резать мясо который потом олег романцы тоже время от времени в интервью упоминал опять же все знают владимир габулова игрока как открытого общительного эмоционального дружелюбного человека с очень широкой телефонной книжкой момент когда стали резать мясо когда ну я не знаю вот владимир габулов генеральный директор и какой бы это не был клуб какой бы это не был проект наверняка куча звонков вопросов намеков с просьбы о трудоустройстве о сотрудничестве вот когда владимир габулов стал это отрезать если стал отрезать я вообще если честно вот резать мясо такое словосочетание которое очень сильно режет слух я стараюсь принимать все решения в интересах результата в интересах клуба и если я вижу что приглашение того или иного специалиста так скажем да принесет пользу я конечно сделаю это предложение и приглашу специалиста если я вижу что пользы клуба не будет то я просто открыто этому человеку об этом скажу и чтобы не было никаких обид ни в коем случае не буду как-то завалированно это озвучено лучше в открытую сказать что извините не получится потому что такая такая ситуация потому что там не видим перспективы или нет собственно говоря возможности а что же касается о расставании с людьми на это самое сложное в деятельности управленца когда приходится расставаться с людьми здесь тоже если ситуация такая складывается что нужно принимать такое решение и озвучивать вот оно тоже происходит в глаза максимально открыто чтобы не было никаких обид и как говорится по-мужски ваше поколение если говорить о игроках это было лучшее поколение в истории российского футбола о чем говорят и достижения о чем говорят и какие-то карьерные истории это было поколение которое многого добивалась и как кажется сейчас существовало в условиях достаточно комфортно когда были очень высокого уровня легионеры когда были потрясающего уровня зарплаты премиальные когда работали интересные иностранные тренеры и вот ваше поколение которое сейчас пришло футбол кто менеджером кто тренером оказалось в условиях двух очень тяжелых кризисов сначала коронавирус теперь вот это вот странная геополитическая история которая непонятно когда закончится насколько сложно человек который все равно сформировался в предыдущей жизни вот в этой вот комфортной спокойной работать сегодня будь это менеджер как владимир габулов или артем ребро будь это тренер как киржаков березуцкий вот на ваш взгляд большая разница восприятие жизни у вас но я бы наверно не сказал что мы все-таки формировались в очень комфортных условиях мы все-таки все так скажем росли в 90-е годы да начинали играть начале двухтысячных когда еще совсем не все очень гладко и все хорошо было российском футболе и полей не было хороших и стадионов и иностранцы начали ехать там ближе к середине нулевых годов так скажем это потом уже и иностранцы и конкуренция выше и денег существенно больше стало российском футболе но мы этот путь начинали гораздо заранее в девяностых годах и приходилось преодолевать очень большие трудности и в футбольном плане да и в конкуренции и в организации работы клубов но очень очень много разных вопросов бывало поэтому я считаю что наше поколение наоборот она максимально закалено и в сегодняшних непростых условиях важно правильно воспринимать ситуацию если ты воспринимаешь ситуацию как катастрофическую там очень сложную не решающую то ты не у тебя ничего не получится а если ты видишь в каждой сложной ситуации возможности и самое главное понимаешь как их реализовать тогда и возможен успех и а я считаю что в сегодняшней нашей так как вы сказали геополитической ситуации в мире в целом ответственные люди в нашем футболе должны воспринимать ситуацию не как все пропало да а как уникальную возможность начать с определенной с определенной точки движения вверх то есть мы должны все проанализировать очень многое что было в нашей российской истории футбола и определить минусы плюсы что было сделано так что было сделано не так и реализовать и устранить те недоработки которые были так скажем золотые годы на которые были предшествовали использовать эту уникальную возможность для того чтобы среднесрочную долгосрочную перспективу мы сделали два-три шага вперед и уже когда эта ситуация геополитическая закончится на выходе мы были абсолютно конкурентоспособны не только там со средними футбольными странами и из так скажем футбол футбольными гигантами я понимаю что мы подходим плавно к теме возможных преобразований которые ждут наш футбол будь то расширение премьер-лиги будь то ее вынужденная консервация на какое-то время будь что то еще и если почитать телеграм-каналы которые описывали происходящее вне общего собрания клубов премьер-лиги вне исполкома то создаться ощущение что владимир габулов был одним из самых ярких бойцов на баррикадах когда склеснулись интересы клубов которые категорически против расширения речи больших командных клубов которые представляют регионы страны либо маленькие но относительно маленькие там возможности да и которые стояли на другом и вот писали и про вашу пикировку с гендиректором локомотив владимир ленченко и говорилось о том что ну спор был очень жарким что мнения разошлись почему нужно по-вашему оставлять до пример лиги те клубы которые сейчас не выступают почему нужно ее расширять то против чего большие клуб но для начала скажу что солоди ленчик у нас очень хорошие отношения это рабочие моменты и ничего большее мы регулярно с ним на связи находимся то что касается изменений нашим российском футболе которые непосредственно необходимы будут текущей ситуации если нас отстранят на более длительный срок от еврокубков чем текущий день и то же самое касается отстранения от участия сборной страны то безусловно эти изменения нужно принимать и их нужно принимать не по отдельности а в комплексе эти изменения должны коснуться абсолютно всего профессионального футбола всей системы профессионального футбола юношеского футбола и подход в организации профессиональный юношеского футбола нужно кардинально изменить опять же мы должны использовать эту уникальную возможность для оздоровления российского футбола в том числе сохранения профессиональной системы футбола оздоравливать в чем какие экономики в экономике в первую очередь до в организации это тоже в первую очередь важно понимать что если принять решение о сокращении количество профессиональных клубов выше лиги до на каком-то этапе мы там зрелищность поднимем но в длинную мы только проиграем потому что мы проиграем в интересе футбола в масштабе всей страны потому что не будет представлено должное количество региональных клубов выше лиги мы проиграем в том что на выходе мы просто не будем иметь профессиональных российских футболистов должного уровня через там 35 лет которые тоже будут представлены высшей лиги для того чтобы это не произошло нужно как можно больше региональных профессиональных клубов в которых может быть опять же на короткий период времени в которых будет собственно говоря выступать российские футболисты но короткий период времени мы конечно в уровне футбола немного упадем но в длинную мы выиграем потому что конкуренция потому что большее количество футболистов потому что соревновательности станет больше и самое главное интерес в регионе в регионах страны где будет представлены клубы высшей лиги в частности премьер лиги сегодня он будет гораздо выше ну если почитать мнение болельщиков ветеранов журналистов условных экспертов хотя это понятие в нашем футболе достаточно расслывчато большинство не против того что премьер лига была бы расширена до 18 например аркома все возмущаются против того чтобы в этом сезоне никто не вылетал чтобы оставался спортивный принцип то есть по моему вадим евсеев сформулировал это предложение четче всего что пускай будет 18 но 15 16 убывает а первая вторая команда с финал заходит и третья четвертая если 15 даже не убывает играется таковые матчи то есть никто не хочет закрытия вот автоматически объясню почему родилась такая идея среди клубов премьер лиги об моратории на вылет в нормальной ситуации на нормальной ситуации футболе абсолютно согласен что должен быть сохранен этот принцип но в текущей ситуации когда часть клубов оказались не в равноценных условиях соревнования когда у ряда клубов уехали ведущие футболисты просто взяли и уехали ни компенсации и возможности кого-то дозаявить просто физически футболисты уехали и здесь уже нарушается спортивный принцип априори у каких-то вы не уехал ни один легионер до недавнего расстояния с двоюродного брата лукака то здесь мне кажется спортивный принцип нарушен изначально что уфа играет оптимальным составом практически а условный на не знаю там рубин который тоже зоне вылета находится сейчас потерял многих легионеров поэтому и родилась эта идея о моратории потому что не у каждого клуба есть возможность быть так скажем равноправным участником потому что вот касательно хима да опять же подчеркну мы обсуждали голосовали за мораторий и за расширение не столько с точки зрения именно признака хима да в целом система должна быть изменена в таком ключе мы озвучиваем поэтому такую свою позицию чтобы сохранить клубы в регионах чтобы если принимать решение расширение то должен быть мораторий если принимать только мораторий они решение тоже не совсем правильно тогда будет нарушена определенный спортивный принцип нл какова философия комплектования и существования химок потому что до вашего появления в клубе говорилось о том что должна быть стать химик должны стать фабрикой на вырост игроков все собрались полгода год назад продавать молодых игроков друг другу на запад не знаю сейчас когда пришли вы и было комплектование казалось что но топные игроки берутся просто под одну задачу чтобы химки остались премьер-лиги и потом уже от этого оттолкнувшись можно как-то развиваться дальше вот можно ли говорить сейчас о планах на лето селекционных о планах на год-два там ну вот в этой нашей нестабильной ситуации какой горизонт планированию химок стратегического тактического но до всех этих событий которые сейчас происходят конечно мы строили планы мы разрабатывали стратегию развития среднесрочного дальнесрочного стратегию развития клуба и она абсолютно соответствовала тем заявлениям которые были сделаны и до меня почему в текущее трансферное окно было принято решение пригласить футболисты которые здесь сейчас сегодня могут нам помочь и дать результат ну это только сугубо потому что мы находились на последнем месте в тот момент и нам нужно было во чтобы это не стало сохранить команду в премьер-лиге для того чтобы дальше реализовать ту стратегию которую мы в принципе и планируем разработать и реализовать уже в окончательном формате но в сегодняшней ситуации загадывает так далеко очень тяжело мы безусловно на лето имеем определенное видение как клуб будет развиваться и функционировать дальше и более того работа уже сейчас ведется конечно будет большей степени сделан акцент на российских футболистов по возможностям да по возможностям молодым по возможностям тем которые имеют определенный потенциал и перспективу для того чтобы развиваться самим развивать клуб и прогрессировать сегодняшние ситуации опять же чтобы это было экономически выгодно что должно произойти чтобы кокорин оказался в химках потому что все знают что вы разговаривали да сашу оттуда наверное вытащить не очень легко но если он приедет сюда может ли оказаться у вас и нужен ли сегодняшний кокорин вообще и премьер-лиги и химк затрудняюсь ответить на сегодняшний день да у нас был интерес к саше но это было вперед конца декабря начало января месяца на потом пониманием было такое что возможности перехода нет но опять же мы саша приглашали только с точки зрения того чтобы он помог нам а мы помогли ему в игровом плане в игровом времени понятно что у нас нету финансовых возможностей там удовлетворить интересы саши да там его контракта но саша был готов в принципе пойти на понижение для того чтобы играть не получилось как будет ситуация развиваться дальше сложно сказать но на сегодняшний день этот вопрос на повестке дня не стоит кто отвечает в химках за селекцию не конкретно человек это генеральный директор этот тренер вот список игроков как он составляется кем как он утверждает у нас есть элекционный отдел спортивный директор непосредственно отвечая на мы формируем позиции совместно с главным тренером селекционный отдел а прорабатывает каждую из позиций составляет предложение на мы выносим на обсуждение трансферного комитета это внутренний структурный такой орган клуба в рамках которого идет обсуждение отверждения кандидатур и дальше уже соответственно проводятся переговоры и приглашается футболист можно ли говорить о том что в этом сезоне в этом году было что то что вас очень удивило в нашем футболе мы когда глядим на себя в зеркало или просто вот ну думаем как-то о чем-то а самой а самих но о себе да мы может быть не замечаем эти перемены которые происходят в нас вот феноменальные результаты цска при алексея березуцкого очень классная сильная игра нижнего новгорода особенности против сильных клубов хотя у киржакова тренерский опыт но он сопоставим с опытом алексея владимировича может даже чуть чуть больше но не существ вот что кто из людей с кем вы вместе играли летали там не знаю в клубах сборных кто вас удивил больше всего если бы лучше меня сегодня сложно чем-то удивить футболе до тех людей которых вы перечислили сейчас на вообще не удивили потому что я в принципе и ожидал лично от них опять же мы с ними тоже учились на тренерскую категорию семнадцатом году и меня абсолютно это не удивило потому что каждый из них обладает определенным видением футбола которые хотят реализовать абсолютно уверены в себе абсолютно четко понимают как это реализовать и в силу своих возможностей в принципе это и происходит буквально с лешей на березуцким разговаривали еще за месяц или два до назначения его исполняющим временно исполняющим обязанности главного тренера на и у нас как раз остался такой предметный разговор касательно как должен куб развиваться какой футбол должен играть вот он четко тогда мне об этом и говорил как какая какую роль в команде и в достижении результата имеет ментальная составляющая в том числе люди опытные люди заслуженные люди поигравшие на высочайшем уровне люди прекрасно понимающие чего хотят от футбола от жизни и поэтому так они себя реализуют да конечно для общественности это немного так удивительно хотя даже вперед осенней части чемпионатом и какие-то комментарии давал и многие тогда критических к алексею брезуцкому высказывались к его игре к рисунку игры результатам и так далее а я был абсолютно уверен что все наладится и принципе лёша своего будет добиваться тем более сейчас у него такой помощник как вася но надеюсь что в следующем туре у них не все будет так получаться потому что мы играем как российского дома больше получится у нас если краснодар как все это обсуждают предлагал сафонова зениту за 40 миллионов евро ну или скажем так эта тема всплывала вокруг цены сколько сегодня стоит ландратов и кого еще кроме этого голки пера химки могут с интересом для тебя для себя продать но опять же я считаю что сумма трансфера до каждого определенного футболиста она определяется в переговорах двух сторон либо там в предложениях одной из сторон на и дальше идет обсуждение и дальше принимается решение на поэтому если краснодар озвучил сумму соусу я не знаю этого обсуждается да значит она обсуждается конечно касательно ли ландратова у нас есть свое понимание да за которыми сумму готовы его отпустить но опять же это сугубо роль переговоров да будет когда спрос будет предметный интерес мы готовы обсуждать но цифры называть конечно сейчас не будем спасибо владимиру габулову генеральный директор футбольного клуба химки серьезный рассудительный и успешный успешный менеджер благостям нашей программы мы не прощаемся увидимся через неделю